Недалеко от Дербента, на побережье Каспийского моря, высится корабль-призрак. Это единственный сохранившийся в стране экраноплан. В 80-х годах прошлого века наши потенциальные противники называли его убийцей авианосцев. От своего предшественника, затонувшего в водах Каспия, он перенял и другое имя – Каспийский монстр. Летающая машина высотой с пятиэтажный дом могла спокойно приводняться на поверхность моря и также легко взлетать. Экраноплан Лунь за счет создаваемой воздушной подушки между крылом и поверхностью моря развивал скорость до 500 км в час и перемещался на расстояние до 2000 км. Практически неуязвимый для средств обнаружения, летучий корабль мог появиться неожиданно под боком у противника и накрыть своим залпом целую флотилию. Первый в стране экраноплан создал выдающийся конструктор Ростислав Алексеев. Он проектировал суда на подводных крыльях, построил десантный экраноплан «Орленок», задумал и модель океанского экраноплана «Лунь». Но корабль-самолет достраивали уже другие инженеры после смерти конструктора. На вооружении «Лунь» простоял недолго. После распада Советского Союза проект закрыли, а средства перебросили на строительство подводных лодок. Корабль-самолет хотели разрезать на части, но жители Нижнего Новгорода встали на защиту экраноплана. Именно там, на опытном заводе «Волга», он и создавался. С большим трудом «Лунь» отбуксировали к берегу Дербента, а затем мощными тракторами вытащили на сушу. И экраноплан станет одним из самых удивительных экспонатов, создаваемого на Каспийском побережье парка военной техники «Патриот». А еще этот летучий корабль будет напоминать нам о великих изобретателях и конструкторах, опередивших свое время. Субтитры создавал DimaTorzok